Ну какая новогодняя ночь без гадания, без желания узнать свою судьбу? А кто может лучше сделать это, чем мы? Цыгане! 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 Ну а теперь кто-нибудь хочет узнать свою судьбу? Кому достался мужчины? Ну подожди, здесь желающие, номер пять, женщины. Пожалуйста, пять предложили. Женщины, пять, у меня четыре. Сейчас мы вам все расскажем, что было, что будет, а может быть и нет. В новом году вам суждено влюбиться. Наш совет, чтобы не было недоразумения, лучше, чтобы муж нашел в шкафу своего приятеля, чем какого-то незнакомого мужика. Один. Один женский? Женский, да. Сердце. Сердце. Все в чем я? Если вам предложат вести себя скромнее, не соглашайтесь. Отвечайте категорично. Скромность украшает только женщину, у которой нет других достойных. Тройка черви. Тройка. Тройка. У меня второй. Мы сейчас. Что? Они боятся. Тройка, тройка. Тройка, второй, тройка. Тройка черви. Тройка. Тройка. Это пикисты. Нет. Женщина. Нет, тут два. В 2015-м вас ждет замечательная новость. 6 января, то есть в день появления на свет блуденца, зачатого без греха, всем женщинам будет разрешено согрешить без зачатия. Что делать иудейкам не совсем ясно. Но все же советуем воспользоваться, ведь это только один раз в году. А мужчины боятся? Да. О, мужчина. Три. Номер три. Треха, да. У меня. Это не трех. Нет, сейчас. Три, кто все расставит. Давай, я скажу. Следующий. Три пикисты. Помните у Пушкина. Любви все возрасты покорны. Конечно, в новом году нельзя забывать о любви. Но надо помнить и о возрасте. И поэтому перефразируем Пушкина. Чем меньше женщину не любим, тем больше времени на сон. Четыре червей. Четыре. Четыре червей. Это хорошо. Интересно. Подравилось. Они могут слова списать? В новом году вам сделают очень сомнительное предложение с точки зрения морали. Обязательно соглашайтесь. Ведь известно, что лучше сделать и пожалеть, чем не сомнительное предложение, чем не сомнительное предложение. А вот тройка это. А вот шесть, шесть, четверка, я не знаю, какая. Вот шесть, 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 шесть. Тут все черви. Чья четверка. В новом году вам наконец-то удастся совместить полезное с приятным, но, чтите, приятное будет неполезно, а полезное неприятное будет. Лена, это тебе? Так, мужчины, не хотели... Я, 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 сейчас мы вам все расскажем. В новом году вам откроется новый взгляд на течку. Возможно, это случится потому, что вы, наконец, купили себе нормальные очки. Но психологи советуют, что лучше видеть окружающие процентов на пятьдесят. Девочка, девять. Но уже очки не нужно. Девять. Шесть, 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 шесть. Ну, напросился. В новом году советуем внимательно отнестись к жене. Помните, что женщины любят не красавцев, героев или гениев, а тех, кто и не занимается. Нормально. Ольга, поехали. Да? Окей. Про вас мы тоже что-нибудь знаем. Если в новом году жена захочет что-нибудь купить себе, последнее слово должно быть за вами. Мужчинова, в конце концов, или нет, вы твердо должны ответить. Черт с тобой. Покупай. Я в музыкангу использовал. Первый номер у меня. Первый номер у меня. И у меня горит. В новом году вам встретятся новые друзья. Вам нужно будет отнести их к одной из трех категорий. Преданные вами, предавшие вас и преданные вам. Третья категория очень редкая. Номер четыре. Есть у кого-нибудь? Мужчины. Ах, трусишка. Боялся признать. Я плачу. Сейчас мы вам расскажем тоже. Работайте в меру. Запомните. Выкоренная сигарета сокращает жизнь на два часа. Бутылка водки на три часа. А рабочий день сокращает вашу жизнь на восемь часов. Все. Абонирский день сокращает жизнь на восемь часов. Бутылка водки на восемь часов. Домки на восемь часов.